Я родился, учился, крестился в Якутске. Я очень люблю Якутск. Этот город, который даёт мне силы. Этот город, который сделал меня тем, кем я являюсь. Я заслуженный артист Республики Саха-Якутия и этим горжусь. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я пойду голосовать за своего президента. Редактор субтитров А.Семкин В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Почти полторы тысячи общественных наблюдателей направят в день выборов на участке в Якутии. Об этом сообщил председатель общественной палаты Алексей Сергучев. По его словам, общественные наблюдатели проходят обучение. Цитата. С учетом того, что расстояние между населенными пунктами большие, для информирования активно используется видеосвязь. Он также добавил, что в состав наблюдателей вошли активисты Якутского отделения Ассоциаций юристов, Федерации правсоюзов, Союза женских общественных организаций, Ледецов Якутии и другие организации. А с предвыборной атмосферой в культурной столице страны, Санкт-Петербурге, вас ознакомит наш специальный корреспондент Айсена Бурнашова. В соответствии с Конституцией страны, глава государства будет избран на шестилетний срок. Путем равного и прямого тайного голосования мы выберем нового президента России. Петербуржцы уже начали проявлять большой интерес к предстоящему событию. Почему собираюсь пойти? Потому что всегда хожу. Нет, я пойду на выборы, просто есть какие-то предпочтения. Дать свой голос за определенного кандидата. Что плохого-то происходит? Тут страна возможностей, да. Предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны началась 17 февраля и продолжится до 16 марта. Многие в Петербурге определили для себя, какими качествами должен обладать президент России. Он, наверное, должен быть близок к людям и понятен. Ну и власть, конечно, должна быть прозрачной. Я недоволен запустением большей части территории нашей страны. Россия – это не только Петербург и Москва. Я сам из Ленинградской области, и, к сожалению, экономическая ситуация там, она далеко от идеальной. Тем, кто в день голосования будет находиться не по адресу прописки, будет применен новый порядок голосования по месту нахождения. Вместо открепительных удостоверений нужно лишь написать заявление с выбором нового избирательного участка и распечатать его. Заявление заполняется в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии или на портале госуслуг. С паспортом и с этой распечатываемой частью заявления на бумаге вы просто подойдете в тот избирательный участок, который выберете, и все. Можно подать до 12 марта. Изменить заявление или отменить нельзя. То есть один раз подбьете, и все. Большей частью якутской диаспоры, проживающей в Петербурге и Ленинградской области, являются студенты. И 18 марта они также сделают свой выбор. Мы договорились с молодежной организацией САЙДЫ, что максимально они соберут всех желающих у нас в постоянном представительстве, и ребята дружно пойдут и подадут заявление в участковую избирательную комиссию. Ребята приняли такое решение сделать это дружно и вместе. По социальным сетям мы рассылаем так называемую памятку, где четко объясняем, как и что можно сделать, чтобы проголосовать вне республики Саха-Якутия. Выборы президента – это одно из важнейших событий в жизни страны и каждого гражданина России. Президент выступает гарантом Конституции. И вместе мы сделаем свой выбор. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Увеличить ВРП Дальнего Востока на 8%. Об этом и других стратегически важных вещах говорят сегодня на коллегии Минвостокразвития. Руководитель нашего региона Егор Борисов также выступил на заседании. Там обсудили итоги деятельности министерства за прошлый год и определили задачи на будущее. Стратегической целью номер один ставится обеспечение роста валового регионального продукта Дальнего Востока выше, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона к 2025. Стратегической целью номер два обозначено обеспечение к 2025 году роста численности населения Дальнего Востока до 6,5 миллионов человек. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В июне прошлого года принята концепция демографической политики Дальнего Востока. Жители Якутии выберут проекты благоустройства. Какие общественные места преобразятся в ближайшее время, определят сами горожане. 18 марта жители Мирного Алдана, Нерингриленска и Якутска смогут проголосовать не только за кандидатов в президенты, но и отдать свой голос за проект благоустройства территорий. Программа «Комфортная городская среда» выходит на второй этап. О подробностях ее реализации рассказали сегодня на встрече с журналистами замминистра ЖКХ и энергетики Наталья Чукавина и главный градостроитель столицы Ирина Алексеева. Отметим, специально для этих выборов в избирательных участках обустроят отдельные помещения. В этом рейтинге в стране могут принять и школьники, имеющие паспорт в возрасте 14 лет старше. Все эти проекты во всех пяти городах республики размещены на сайтах, размещены в средствах массовой информации. И эти дизайн-проекты в виде стендов не менее формата Адринга должны быть размещены в местах проведения голосования. Более того, мы призывали, чтобы волонтеры, эксперты официально могли прокомментировать этот или иной объект во время проведения этого голосования. А тем временем приближается период весеннего половодия. Начало ледохода в нашем регионе традиционно выпадает на период с конца апреля до середины мая. О том, с какими трудностями в подготовке столкнулись в Ленске, расскажут наши коллеги. Гребен дамбы в центральной части набережной уже очищен от снега. Частоту здесь поддерживает управляющая компания, обслуживающая ближайший жилфонд. А должен подрядчик, обеспечивающий функциональность гидрозащитного сооружения. Но его, увы, нет. Три года подряд эти функции выполняла фирма Арарат. Выполняла добросовестно, нареканий не было. Но трехгодичный контракт подошел к концу. И сейчас, когда дамбу пора начинать готовить к пропуску паводковых вод, только объявляется тендер на выбор нового подрядчика. Мы надеемся, что вы добросовестный подрядчик, который имеет соответствующие лицензии, документы на право проведения эксплуатации данных объектов высококласса опасности. Все соответствующие документы подготовлены, объявлен, буквально сейчас, через некоторое время будет объявлен аукцион. И будем ждать подрядчика. Несовершенство закона, регламентирующий ход муниципальных конкурсов, приводит к значительному увеличению сроков поиска подрядчиков на любые виды работ. Но в отношении дамбы такие проволочки настораживают. Ведь гидрозащитное сооружение реально работает. На содержание дамбы из бюджета республики ежегодно выделяются порядка 10-12 миллионов рублей. Учитывая протяженность сооружения и самый высокий, первый класс опасности, финансирования в таком объеме едва хватает. На предпаводковые мероприятия дополнительные средства – 1 миллион 168 тысяч 290 рублей. Это основное. Очистка ее от снега, верх дамбы, откосная система. Это ревизия 22 водопропастных сооружений, которые находятся по периметру дамбы. Это их ревизия, смазка, оттайка труб, очистка полностью от снега. Статью расходов войдет и пополнение объемов песчано-гравийной смеси. Ее неприкосновенный запас для нештатных ситуаций во время ледохода. Но таких в последние годы к радости ленчан не было. И сейчас, говорят в администрации, беспокоиться не о чем. Если подрядчик будет выбран даже к концу марта, то ему хватит месяца, чтобы подготовить гидрозащитное сооружение к паводку. К другим темам. Восьмилетний мальчик, отравившийся угарным газом в селе Хаптагай, пришел в сознание. Он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Напомним, вечером 3 марта житель села отправился на рыбалку с приятелем, оставив дома супругу и трех детей. Его друг поставил в гараж свой автомобиль и установил транспортное средство на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха. После прогрева система должна была отключиться. Вернувшись домой, хозяин обнаружил в доме тело двух детей. Входная дверь была заперта изнутри. Автомашина находилась в гараже с работающим двигателем. Мать погибших детей и их брат были доставлены в больницу. Медики педиатрического центра сделали все возможное. И вчера поздно вечером ребеночек был снят с аппарата искусственной вентиляции легких. В течение ночи его стабилизировали. И сегодня утром он пришел в полное сознание. Сейчас ребеночек сидит в сознании активный. По маме, значит, она сегодня у нас выписана из больницы, из мая. Состояние ее стабилизировано. И до сих пор с ней работают психологи. Далее о спорте. Олимпийский вид спорта в Нюрбинском районе в местности Кателоктах провели впервые любительский турнир по керлингу. Инициаторами выступили управление спорткомитета района с участием представители Федерации керлинга в республике. В состязании приняли участие три команды. Коллективы Антоновской средней школы, Нюрбинской центральной больницы и команда Игальжинского наслега. Напомним, в Якутии керлинг начал развиваться активно с начала 2016 года и привлек уже множество любителей этого вида спорта. Ну, здесь, получается, мы не для того, чтобы проводить какой-то серьезный турнир. То есть мы для того, чтобы популяризировать этот вид спорта. То есть ледовое покрытие, конечно, не соответствует, но играем как есть. Просто знакомимся с правилами, с инвентарем. Очень рады, что здесь интересуются этим видом спорта. А в Устнере для северных районов прошел зональный этап молодежной деловой игры «Министр». Для участия, преодолев все трудности зимней дороги, прибыли группы из Тампонского, Момского, Эмиконского и других районов. За ходом игры наблюдали наши коллеги. Пять команд, 50 участников. Сейчас мы узнаем, чей проект признан лучшим. Скажем сразу, лично нам были интересны все проекты. В ходе подготовки участников консультировали эксперты, представители администрации района. Не зря в нашем конкурсе всех собрали именно северные улусы, чтобы вместе мы нашли способ развития северных улусов, арктических улусов. И наш проект подразумевает правильное рациональное использование природных ресурсов. Михаил Слепцов получил сертификат на участие в финале деловой игры «Министр». Вдруг так получится, что ваш проект не будет признан лучшим, да? Вы будете дальше здесь продвигать свой проект? Да, мы будем продвигать свой проект, потому что мы считаем это очень актуальная тема и носит инновационный характер. Сарглана Спиридонова стала вторым участником финальной игры «Министр-2018», которая состоится в селе Актёмцык Ангаласского улуса. Третий сертификат на участие в финале вручили игроку из Момского улуса Артуру Тарабутину, команда «Белых». В командном зачете почетное третье место у команды «Белых». На втором месте команда «Синих», а победителем из анальной игры «Министр» среди северных улусов стала команда «Зелёных». Было неожиданно, что мы займём первое место, но, видимо, мы смогли это сделать. Все участники игры сошлись во мнении. Проигравших нет. Их идеи вполне реалистичны и могут быть использованы на пользу родной республики. Светлана Псуева, Артур Старостин, Уснера. Таковы главные новости к этому часу. За развитием событий следите вместе с нами. Все мои награды, все мои медали – это часть меня. Каждая моя победа – это знак благодарности. Моим родителям, моему тренеру, моей родине – Якутии. Я люблю Якутию, и я голосую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова